Ребята, всем привет! У меня в руках Samsung Galaxy M12. Это смартфон с огромной батареей на 5000 мАч, 90-герцовым дисплеем и небольшой стоимостью. В этом видео мы узнаем, что может смартфон в сегменте до 5000 гривен. Ссылка на него, естественно, находится в описании, ну а мы начинаем. Поехали! Начнем мы с дизайна. Корпус смартфона сделан из пластика с необычной текстурой, которая похожа на фрезерованный металл. Существует три варианта цвета – черный, синий и зеленый. У меня зеленый вариант и мне нравится, как он выглядит. Блок камер выполнен в виде аккуратного квадрата, под которым располагается вспышка. На правой боковой грани находится тонкая качелька регулировки громкости, а под ней кнопка питания, в которой интегрирован сканер отпечатков пальцев. Селфи-камера находится в капельке верхней части дисплея. Внизу расположился динамик, Type-C разъем зарядки, микрофон и порт 3,5 мм для подключения аудиоустройств. В руке лежит хорошо, он среднего по сегодняшним меркам размера, а вот толщина чуть больше стандартного – 9,7 мм, что обусловлено большой батареей. Диагональ дисплея 6,5 дюймов. Это PLS IPS дисплей с разрешением 720 на 1600 точек и поддержкой режима развертки 90 Гц. На этом чуть поподробнее. Данный режим включен по умолчанию и называется адаптивный, как и на других смартфонах Samsung. То есть смартфон сам решает, в какие моменты делать 90, а в какие оставаться в 60 Гц для экономии энергии. Хочется сказать, что это один из самых недорогих смартфонов с поддержкой повышенной частоты развертки 90 Гц. И меня это безумно радует. Даже в недорогие смартфоны уже добралась эта технология, которая делает работу дисплея более плавной и, несомненно, визуально воспринимается намного лучше, чем обычные 60 Гц. За безопасность ваших данных отвечает встроенный сканер отпечатков пальцев, а также тут есть разблокировка по лицу. Сканер отпечатков работает достаточно быстро, однако немножко портит впечатление анимация разблокировки, которая происходит иногда с небольшой задержкой. Разблокировка лицом работает хорошо при достаточном освещении. И хотя тут есть функция повышения яркости для помощи в разблокировке, в темное время суток все равно приходится пользоваться сканером отпечатков пальцев, Потому что так быстрее Работает Samsung M12 на 8-нанометровом Exynos 850 Вариантов памяти существует три 3.32, как у меня сейчас 4.64 и 4.128 ГБ При этом есть поддержка карт памяти microSD И одновременно двух сим-карт Смартфон по сегодняшним меркам начального уровня Он подойдет для звонков, общения в социальных сетях, работой с почтой и браузером И хотя на минимальных настройках тут запускаются и тяжелые проекты типа PUBG Но это явно не игровое решение Работает он на Android 11 с установленной поверх оболочкой One UI версии 3.1 Тесты Geekbench показывают 177 баллов в одноядерном и 928 в многоядерном тесте В Compute смартфон набирает 660 баллов Часовой тест CPU Throttling Samsung M12 проходит с понижением максимальной мощности на 28% Пиковая мощность во время теста около 120 гипс Давайте теперь посмотрим на камеры На задней панели расположились 4 объектива Основная камера на 48 мегапикселей со светосилой 2.0 5-мегапиксельный ультраширик со светосилой 2.2 2-мегапиксельная макро и 2-мегапиксельный сенсор глубины Сейчас вы видите примеры фотографий В режиме максимального разрешения 48 мегапикселей получаются весьма детализированные фотографии HDR работает умеренно, иногда мне его не хватало Также мне хотелось бы немного убрать контрастность на некоторых кадрах, она бывает избыточной Ультраширик с 5 мегапикселями снимает в целом неплохо, но детализации на таком разрешении бывает недостаточно Хотя с другой стороны ожидать от 5-мегапиксельного модуля нечто большего не стоит, он снимает как 5-мегапиксельный модуль Селфи-камера 8 мегапикселей, мне понравились кадры с нее Они детализированные уже по классике Samsung с отличным HDR Также хотелось бы отметить работу режима портрет Он отлично отделяет передний план от заднего и реально очень неплохо выделяет волосы Но в режиме портрет мне не совсем понравилось как работает HDR Очень жесткое освещение, да, согласен, но в обычном режиме HDR работает лучше Видео можно снимать с максимальным разрешением в 1080p с частотой 30 fps Стабилизации тут нет, ну и пример видео перед вами Главной фишкой смартфона стал аккумулятор на 5000 мАч И учитывая то, как буду пользоваться этим смартфоном А я себе предполагаю, что это выполнение каких-то офисных задач Звонки, мессенджеры, социальные сети То его должно хватать на полтора-два дня работы И что меня тоже радует Тут зарядка Type-C и в комплекте есть быстрый Fast Charge 15-ваттный Хорошо, что в этом ценовом сегменте блоки питания все еще в комплекте Samsung Galaxy M12 новый смартфон начального уровня от корейского гиганта Думаю, что основная аудитория такой модели люди Которым нужен большой дисплей и максимальная автономность за разумные деньги M12 не блистает с суперпроизводительностью Но он создавался не для этого Ведь для выполнения офисных задач его производительности вполне хватает Ссылка на смартфон, естественно, в описании Ну а вы, если вам понравилось это видео Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал Нам будет приятно Всем спасибо за внимание, хорошего дня и яркого настроения Пока!